Динамо Скандинавия дорогая страна, но разве это может остановить настоящего болельщика? Добирались кто как Мы ехали через Питер с пересадочкой, но бюджетно, но главное, добрались до первого выезда в Кельсинки Но мы ехали группой в пять человек, а вообще, ну, на секторе видно, кто-то на самолете, кто на поезде, кто как Кризис сказался на выезде, но, тем не менее, кто хотел, приехал Присоединился к болельщикам и неожиданный гость, Александр Комаров, папа Лео Комарова Приехал болеть за родной Динамо, в котором Леня мой сын, Леня Комаров, играл пять лет Все мои, короче, все мое руководство, Динамо, все хоккеисты, как моя семья Финны смотрят хоккей весьма интеллигентно, ведут себя довольно тихо, а фанатский сектор Динамо был активен У меня 165 выезд уже, очень тихо, я не ожидал Такой большой стадион, я, говорю, я вот сказал другому, говорю, как в театре сидит То есть мы в 20 человек перекрекируем стадион Динамовцы знали, как противостоять сопернику Сдержав стартовый натиск, перетерпев, белоголубые выровняли игру и начали создавать моменты у ворот Карлсона Результатом стал гол Константина Глазачева, он отметил, что в этом была не только его заслуга Это наработка Егора Дугина, мы в Сочи так же забили, как бы со сбрасыванием Это он, его весь гол, как бы моя задача была не промахнуться Сложнейший для Динамо отрезок времени игра 3 на 5, когда соперник сравнял счет Москвичам пришлось перестраиваться, и все начиналось заново Максим Карпов стал героем встречи, исполнив индивидуальный слаломный проход в зоне соперника Вероятно, эта шайба попадет в топ-10 голов недели Так получилось, что со сбрасыванием она вылетела вперед, а все побежали на ворота Ну и все, можно сказать, что стоячий был, а я его просто оббежал и как бы ничего особенного Итог встречи 2-1, реванш состоялся и вывел Динамо на третье место в конференции Впереди у команды еще 7 матчей регулярки, о них мы расскажем на Динамо ТВ Субтитры создавал DimaTorzok